Всем привет! В этом ролике я буду рассказывать про WireGuard, там что это, зачем он нужен вообще. WireGuard это вообще новая технология VPN, то есть я уже где-то 2 года назад делал ролик про VPN, о том как настроить себе VPN на каком-то сервере, и тогда я использовал OpenVPN. И вообще в принципе если вы используете сервер какой-нибудь с VPN, у вас есть OpenVPN, то это вот этот ролик, этот повод такой задумываться о том, чтобы перейти на WireGuard, потому что у WireGuard по сравнению с OpenVPN вообще есть большое количество преимуществ. А если вы не используете вообще VPN, то вы странный человек, как вы вообще живете. Сейчас мне кажется VPN нужен ну практически всем, и мне кажется не только даже для того, чтобы разблокировать какие-то заблокированные ресурсы, но и вообще и для того, чтобы организовать там нормально свою сеть, и для безопасности, но об этом я наверное чуть позже расскажу, о вот преимуществах каких-то. Сейчас я вот хочу рассказать больше про сам WireGuard. И WireGuard по сравнению с OpenVPN он конечно гораздо легче, то есть я помню, что когда я раньше настраивал вот OpenVPN, вы можете даже в ролике посмотреть, все эти конфиги OpenVPN, они вообще сейчас кажутся просто адскими, то есть они прям очень сложные, очень громоздкие, их сложно как писать, так и читать вообще, то есть OpenVPN он прям сильно перегружен. То есть если вы сейчас посмотрите на любой конфиг там WireGuard, вам он покажется прям, не знаю, очень ясным, очень понятным. Вообще кодовая база WireGuard, она по-моему раз в 10 меньше, чем у OpenVPN. И не знаю, что еще. Скорость, самое главное наверное, это же скорость вообще. Скорость WireGuard раза в 4 быстрее, чем у OpenVPN. Это подтверждается различными бенчмарками. И вот естественно там, да, если вы будете использовать VPN где-нибудь на другом континенте, у вас так или иначе скорость увеличится, да. Но я говорю даже про случаи, когда у вас OpenVPN сервер там где-нибудь в вашей локальной сети находится, и вы его используете, у вас безумные задержки раньше были в OpenVPN просто. И его сложно было из-за этого использовать. Сейчас WireGuard, конечно, использует намного приятнее, потому что нет таких вот дурацких задержек. А все потому, что он быстрый. И происходит это потому, что он реализован в пространстве ядра, а не в пространстве пользователя. И сейчас вообще WireGuard, он включен уже в ядро Linux. И даже сам Linus Torvalds его хвалил. И вы можете, кстати, в ссылке в описании посмотреть, там будет ссылка на мою статью. То есть я пишу вот это видео, я буду писать статью, потому что тут я буду код какой-то писать там на экране. И вам, чтобы с экрана все не списывать, я думаю, что удобнее было бы все просто копировать из статьи. И вот в статье вы можете посмотреть ссылку на то, что сказал Linus Torvalds. То есть если вкратце он там сказал, что так он мне понравился, что я, пожалуй, Самсунгу его назад не отдам. Это шутка. Также у WireGuard довольно ясная, понятная спецификация. Также в статье ссылку на нее кину. И у него еще... Он использует довольно современную криптографию. То есть преимуществ очень много. Так что если не используете VPN, то начните уже наконец-таки. Если используете OpenVPN, то переходите на WireGuard. Ну и теперь давайте про преимущества в принципе VPN. То есть неважно OpenVPN или WireGuard. Первое, наверное, это безопасность. То есть если вы используете какие-то общедоступные вот эти сети в какие-нибудь бесплатные там в кафе или в метро или где-нибудь в аэропорту. Вот я не рекомендую сам и никогда не использую. Но даже если мне придется когда-нибудь использовать, то я всегда буду использовать с VPN. Потому что это просто небезопасно. И, кстати, даже VPN. То есть когда я говорю VPN, это, естественно, это ваш сервер. То есть я не говорю про VPN сейчас, про вот эти бесплатные сервера, на которых можно зарегистрироваться и использовать их. Нет, я такие VPN я никогда никому не советую. И даже платные. То есть там не очень понятно, будет ли сам вот этот VPN с кем-то делиться вашими данными. То есть если бесплатные VPN, то точно будет. Я никогда в жизни никому не рекомендую использовать бесплатные VPN. Но даже к платным VPN тоже есть вопрос. То есть мне кажется, что с VPN решение только одно. Это вот арендовать собственный сервер какой-нибудь, не знаю, DigitalOcean или еще что-нибудь. Там за 5 долларов можно купить себе сервер за 5 долларов в месяц и там настроить свой VPN. Тогда вы точно будете уверены, что все безопасно и все будет идти только через ваш сервер. Никто не продаст ваши данные. Итак, я про вот этот случай. То есть безопасность. Вы получите первое, это безопасность. Второе, это, естественно, вы разблокируете все заблокированное. То есть вы вернете доступ к тому, что нам нужно больше всего на свете. Это там LinkedIn, Pornhub, Rootraker и все остальное. И третий плюс, который многие недооценивают, это нормальная локальная сеть. То есть мне кажется, у нас, у айтишников, в любом случае, в локалке есть различные какие-то вещи. Там у меня, например, есть медиа-сервер, где есть там, не знаю, мои фильмы, сериалы и прочее, что я смотрю там у себя на телевизорах. Есть файловый сервер. Есть еще что там, сервер для бэкапов. Есть какой-нибудь, как это называется, тайм-машина, GitLab, какие-нибудь Raspberry Pi. Ну и вообще много всего. Какой-нибудь умный дом, видеокамеры. Мне кажется, у любого человека в локалке что-то докрутится. И когда ты уезжаешь куда-нибудь, не знаю, в командировку или еще куда-нибудь в путешествие, у тебя может быть проблема, что у тебя нет доступа к этому всему. Но если ты будешь использовать OpenVPN и правильно, не OpenVPN, а просто VPN, там, WireGuard или OpenVPN. Короче, если будешь использовать VPN, то ты сможешь правильно все настроить просто и иметь доступ откуда угодно к своей локалке. И это очень сильно удобно. Еще некоторые люди, например, живут просто на два дома. Например, у них там в одном городе, в другом городе есть квартира, и они там часто перемещаются. Это все можно тоже собрать в одну локальную сеть, и будет намного удобнее. Или у вас есть, не знаю, квартира и дача, и вы все можете объединить это все в одну локалку. То есть это очень удобно. И, кстати, удобнее, если ваш роутер будет поддерживать WireGuard, то это просто настраивать все намного будет проще. Но даже если такой поддержки нет, то переживать не стоит. То есть у меня в моем роутере нет поддержки WireGuard, но все равно у меня все настроено и работает это все отлично. Сейчас клиенты WireGuard есть просто подо все. Под Linux, под Raspberry Pi, под macOS, под Windows, под Android, под iPhone. Вот под все есть, и работает это все отлично. Давайте теперь перейдем к установке. Я покажу, как это все делается. Я буду использовать DigitalOcean. Я буду использовать самый дешевый сервер, который стоит 5 долларов. Если вы в России, то там еще будет налог какой-то 20, по-моему, процентов. Кажется, он называется NDFL. То есть у вас будет всего в сумме 6 долларов. Если вы зарегаетесь по моей рефералке, то вы получите на счет 100 долларов. И вы сможете какое-то там время использовать бесплатно, короче, бесплатно этот сервер получить. И если вы зарегаетесь по моей ссылке, я также получу еще 20 долларов на счет. В общем-то, все. Регайтесь где-нибудь, где угодно. DigitalOcean или где-то еще. И перейдем уже к настройке самого сервера. Итак, давайте начнем. Вообще, после того, как вы зарегистрировались в DigitalOcean, я вам рекомендую сразу пойти в Settings и Security. И сюда добавить свой SSH-ключ. Так вы просто гораздо удобнее будете заходить на свои сервера. То есть вы будете заходить с помощью SSH, а не с помощью паролей. Это намного и удобнее, и безопаснее. После того, как добавили ключ, можем пойти в Droplets и добавить новый Droplet. То есть здесь, собственно, сервера в DigitalOcean и называются Droplet. Здесь, кажется, даже есть прям образ WireGuard. Но мне не очень нравится использовать какие-то образы или устанавливать что-то из докера. То есть мне нравится больше даже самому разобраться. И поэтому я просто сделаю Droplet просто с Ubuntu пустой. И поставлю все с нуля. То есть без использования каких-то скриптов или чего-то еще. Итак, здесь у нас есть Ubuntu, FreeBSD, Fedora. То есть я буду использовать Ubuntu. Вы можете, в принципе, если вам удобнее, что-нибудь другое, можете использовать и что-то другое. Также здесь можно премиум какой-то AMD или Regular Intel. То есть цена меняется на 1 доллар, как вы видите. Я не знаю, мне кажется, без разницы. Можно и то, и то. Нам NVMe совсем не важен, потому что там скоростей таких прям не будет. В любом случае все будет упираться в скорость адаптера. Поэтому можем выбирать просто, не знаю, Regular. Ну, ради интереса я выберу этот, потому что я его все равно удалю. У меня уже есть один созданный, который я использую. Можем использовать регион какой угодно. Но мне кажется, что Нью-Йорк, Сан-Франциско будут тормозить. Собственно, Торонто, наверное, тоже. Мне кажется, что разумнее выбирать вот что-то Амстердам, Лондон, Франкфурт. Я обычно выбираю Франкфурт, никогда проблем с этим не было. Кстати, бывали, я помню, раньше проблемы, когда наши ребята блокировали все подряд в DigitalOcean. Бывает, что создаешь какой-то сервер и пытаешься подключиться к нему через его IP-шник, и не получается. Тогда вот у меня было, наверное, пару раз такие проблемы, но я просто создавал все заново. Здесь, не знаю, можем кликнуть на IPv6, если это нужно, можем и не кликать. И, собственно, здесь, если вы добавили свой SSH-кей, то появляется вот ваш SSH-ключ, и можете на него кликнуть, собственно. Так, ну и можете как-нибудь обозвать свой сервер. Ну, собственно, все. Бэкапы я не включаю, потому что оно как-то бессмысленно. И нажимаем создать дроплет. Обычно этот дроплет создается, ну, не знаю, секунд 40 примерно. Придется подождать, и после этого, как он создастся, мы уже сразу сможем его использовать. Итак, у нас создался дроплет. Вот вы видите его IP-шник. Давайте его скопируем. И пойдем сейчас в терминал. И так. Давайте к нему подключимся. SSH, root и IP-шник нашего сервера. Yes. Все, как вы видите, мы подключились. Теперь давайте сразу же обновим нашу Ubuntu. Сначала мы делаем apt-update, и после этого сразу же apt-upgrade. Так, apt-upgrade. Сразу минус Y можем. Минус Y это для того, чтобы сразу все принималось автоматически, чтобы не спрашивало тебя ничего. Итак, у нас обновилась наша Ubuntu. И давайте теперь перейдем к установке. Давайте установим WireGuard. Делается это простой командой apt-install WireGuard. Так, ставится все довольно быстро. И теперь нам нужно разрешить проброс пакетов. Я рекомендую сейчас пойти в статью и оттуда скопировать вот эту строчку. И дальше с помощью команды sysctl-p проверить, что запись действительно была добавлена. Я неправильно ее написал. Да, действительно, запись у нас добавилась. И теперь нам нужно конфигурировать наш WireGuard. То есть нам надо конфигурировать сервер. Нам нужно сейчас сгенерировать ключи для сервера. Нам нужно сгенерировать публичный и приватный ключ. То есть, как вы видите, они сгенерировались сейчас у меня. Так, они сгенерировались в папке ads-wireguard. Вот вы видите, у меня есть публичный ключ и приватный ключ. Вот они. Вот они. И теперь нам нужно еще и создать конфиг. То есть нам нужно сделать там touch. По-моему, так называется. Вот. Так, давайте посмотрим. Да, конфиг тоже создался. Так, давайте, наверное, установим Vim. А то тут по умолчанию не пойми, какой редактор. И смотрите, теперь давайте отредактируем вот этот конфиг. У нас сейчас он пустой. Давайте опять же пойдем в мою документацию. И скопируем вот это. Давайте сейчас сохраним это. И нам нужен приватный ключ. Private Key. Вот он. Давайте опять откроем наш конфиг, чтобы вот сюда добавить приватный ключ. Все. Как вы видите, мы добавили сюда адресное какое-то пространство. То есть мы будем... У нас адреса в нашей VPN будут вот такими, через десятку. Также мы добавили post-up, post-down. Эти строчки означают, что у нас будет делаться, когда мы включаем или выключаем наш сервис. То есть когда мы его включим, у нас вот выполнится вот это. Когда выключим, выполнится вот это. И мы указали тут порт и private key. Давайте теперь сохраним наш конфиг. И давайте теперь запустим наш интерфейс. Это делается через vg-quick. Так, vg-quick, app и, собственно, интерфейс. Все, интерфейс запущен. И теперь нам нужно запустить... Так. Запустить сервис сам. Мы включаем его через enable. Так. Quick. Собака. Интерфейс. Так, у нас создан simlink. И давайте теперь проверим, что с ним у нас. Проверим через команду статус. Так, мы видим, что он у нас загружен, но он у нас инэктив. Давайте теперь попробуем... Давайте попробуем его сначала потушить через down. И теперь попробуем запустить сервер наш. Запускаем его и смотрим статус. Да, как мы видим, сейчас он активен. То есть наш VPN начал работать. И получается, наш сервер уже работает. Он уже сконфигурирован. И он работает. И как вы видите, конфиг тут просто минимальный. Если вы когда-нибудь видели конфиг OpenVPN, то вы там с ума можете сойти. Тут все вообще минимальное. Теперь, смотрите, нам нужно вообще каким-то образом приконнектиться к нашему серверу. И мы можем это делать откуда угодно. Из, не знаю, iOS, то есть с iPhone, с iPad, или с Android-овского телефона или планшета. То есть клиенты есть подо все. Клиент есть официальный под Mac, который вот называется WireGuard. Он тоже есть в App Store. Клиент есть и под Windows, и под все что угодно. Под Raspberry Pi. Давайте, в общем-то, подключимся вот через Mac. Давайте пойдем и на сервере. На сервере, собственно, нам нужно выполнить команду. Нам нужно сделать ключи. Давайте сделаем это. То есть нам нужно запустить на сервере вот такую вот команду. Давайте ее сделаем. У нас сгенерировались ключи вот для Mac, если вы видите. Давайте их сразу же посмотрим. Так, публичный, приватный. Вот, ключи сгенерировались. И теперь что нам нужно сделать? Нам нужно обновить наш конфиг на сервере и добавить туда, собственно, новый клиент. Клиент там называется Peer. И давайте его добавим. Для того, чтобы его добавить, нам нужно скопировать паблик-кей. Так, это вот этот паблик у нас. И давайте отредактируем наш конфиг. Так, мы сюда добавляем пир. Мы пишем паблик-кей нового клиента нашего. Мы пишем паблик-кей и мы пишем All of it IPs. И сюда мы можем дать какой-нибудь IP-шник нашего клиента. Пусть он будет, не знаю, 4, 10.0.0.4. Вот этот IP-шник будет IP-шник, собственно, Mac'а в нашем VPN. Сохраняем этот конфиг. И так, что нам нужно сделать дальше? Дальше нам нужно будет, после того, как мы меняем конфиг, нам, естественно, нужно сделать рестарт нашего сервиса. Давайте сделаем рестарт. И после того, как делаем рестарт, нам нужно посмотреть вообще статус. То есть, работает ли вообще или у нас с ошибкой он перезапустился. Но, как мы видим, он у нас active. То есть, значит, все хорошо. И теперь нам нужно сделать конфиг-файл для клиента. Давайте назовем его как-нибудь, не знаю, mac.conf или как-нибудь так. То есть, вообще, название, в принципе, как угодно. Делайте какое угодно, но расширение желательно делать conf для того, чтобы он открылся у нас потом в нашей программке. Давайте запустим какой-нибудь редактор. Не знаю, sublime text, например. И здесь сделаем новый конфиг. Мне кажется, мы можем прямо скопировать его отсюда, откуда-нибудь. Мы говорим, что у нас есть новый интерфейс. И сюда мы должны скопировать private key нашего клиента. То есть, мы копируем вот этот ключ. То есть, содержимое файлика private key клиента. Здесь же мы, собственно, пишем IPшник. У нас там 4. И мы сюда, сюда мы записываем серверный pubkey. Это у нас вот этот файлик. И дальше нам нужно скопировать IPшник нашего сервера. Он у нас вот такой. И давайте теперь сохраним это все и попробуем скормить это, собственно, в AirGuard. Давайте сохраняем куда-нибудь. Я, например, сохраню просто на рабочий стол. Назову это macclient.conf. Итак, сохраняем. И давайте попробуем открыть AirGuard. И добавить из файла, собственно, новый конфиг. Я выбираю вот этот файл, который называется macclient. И импортирую его. Как вы видите, все импортировалось. И давайте я попробую нажать на кнопку Activate. Ну, как вы видите, я подключился. То есть у меня стала зелененькой эта кнопочка. То есть все работает хорошо. Теперь вообще мы можем посмотреть, что у нас происходит на сервере. Давайте выполним команду так. VG show interface. Вот мы видим, что у нас сам интерфейс, то есть у нас работает сам сервер на вот этом порту. И мы видим, что у нас есть пир. То есть пир — это тут клиент, который подключился. Вы видите, что тут вот мой айпишник. И, собственно, все работает. То есть один клиент подключен к нашему VPN. Также, смотрите, вот сейчас у нас не весь трафик будет маршрутизироваться через наш VPN. То есть сейчас мы можем получать доступ к каким-то клиентам, которые подключены к нашему VPN. То есть сейчас у нас есть дополнительная сеть. У нас появилась сеть 10.0.0.4. То есть мы, клиенты, которые еще будут подключаться к этой сети, будут, например, видеть наш макбук, вот этот вот, вот под этим IP-адресом. То есть если подключится, например, еще мой компьютер с виндой в эту сеть, он будет 10.0.0.5, то эти два компьютера будут как бы в одной сети. Но маршрутизироваться они будут все-таки не через сервер. Но если мы хотим, чтобы весь трафик маршрутизировался через сервер, мы можем сделать следующее. Мы можем вот сюда написать 0.0.0.0. И вот сюда написать DNS и указать любой там DNS. Мы можем указать DNS гугла или, в принципе, вообще какой-нибудь другой. И смотрите, как вы видите, если мы используем Alluit IP через нули, то весь трафик наш идет через наш сервер и фактически наш IP-шник скрывается. То есть если вы видите, то сейчас мой IP-шник показывает мне, что у меня вот IP-шник моего сервера. Поэтому на разных клиентах вы можете вот по-разному это использовать. То есть, условно говоря, если вы используете какой-нибудь бесплатный Wi-Fi где-нибудь, то желательно весь трафик использовать через ваш сервер. Если в локалке вы используете, можете этого не делать. Довольно легко это все сделать для того, чтобы настроить это у себя на iPhone или на Android. Для этого мы можем установить приложение, которое называется Q-REN-Code. И после того, как вы установили это приложение... Так, давайте я вам покажу, как это тут делается. Мы можем скормить ему какой-нибудь конфиг. А, у нас здесь конфига нет. Давайте быстро его скопируем сюда. Так, например, у нас есть какой-нибудь конфиг. И есть... Так, мы скопировали вот этот конфиг на наш сервер. Он называется mac.conf. И мы делаем следующее. Почему-то он у меня не установился, хотя я его вроде устанавливал. Давайте установим его заново. Q-REN-Code. Так, установился Q-REN-Code. И, собственно, одной командой, указывая конфиг, мы можем генерировать вот этот код. Дальше мы открываем приложение в iPhone или в Android, в AirGuard, который называется, и сканируем просто этот QR-код. И мы увидим в приложении, что у нас все подключено. Работает это довольно просто и довольно удобно. Так что пробуйте. Все крайне просто.